Теория без практики мертва. Практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться. Теперь под таким лозунгом обучают школьников Чувашской Республики. В Ишакской школе благодаря национальному проекту образования приобрели новое высокотехнологичное оборудование. С его помощью ребята углубленно изучают химию, биологию и физику. Название пишет «Агрегатное состояние», «Сверх», «Запах», «Клонность». Так теперь выглядят классы физики, биологии и химии в Ишакской школе. Новые, современные, а с 1 сентября еще и оборудованные лабораторными приборами. В распоряжении ребят ноутбуки, микроскопы, всевозможные препараты и наборы для опытов. Змей, лягушек в разрезе запечатанных, можно все вживую увидеть самому. А не так по теории, которые написаны в книге и по картинкам, когда можно руками потрогать и увидеть. Час работы, как говорится, научит больше, чем день объяснения. С новым оборудованием и учитель уже рассказывает совсем не скучно, и ученики заинтересованы. Даже ребята с галерки подходят поближе, чтобы рассмотреть препарированную лягушку. Именно цифровые лаборатории, новое современное компьютерное оборудование позволяет на хорошем уровне проводить лабораторные работы, практические работы, что позволит детям впоследствии хорошо сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗы. В этом году в 61-й школе республики открылись точки роста. Это почти в два раза больше, чем в прошлом. В этот раз упорны естественно-научные дисциплины – химию, биологию и физику. Айтишники есть, журналисты тоже, а вот медиков и инженеров в Чувашии маловато. Поэтому будущих специалистов готовят уже сейчас, и не только в больших городских школах. С городскими школами можем сравниться, не просто обычная сельская школа. Качество и уровень образования в Чувашии действительно повышается, когда почти в каждой и даже небольшой школе открываются подобные высокотехнологичные центры. В этом году, например, республика попала в десятку лучших регионов по подготовке детей к Олимпиадам. Екатерина Никитко, Георгий Кривошейн, Республика, Чебоксарский район. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!